Санкционный бумеранг ударил так сильно, что даже некоторые американские СМИ начали здраво рассуждать. Газета Wall Street Journal назвала трижды ложью заявление Байдена о путинском росте цен. Утверждение президента США об ответственности российского лидера за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в Америке ложны и вредны для американской экономики. По словам обозревателя авторитетного издания, Байден искажает причину роста цен на газ, намеренно педалирует рычаги влияния Москвы и слишком преувеличивает мужество западного ответа. На самом деле 55% роста цен на топливо в США пришлось на период с декабря по конец февраля. То есть до начала спецоперации России в Украине и соответственно до начала планируемого наступления ВСУ и НАТО на Донбасс. Американская экономика просто не смогла выйти из пандемии и допустила рекордную инфляцию. Потребительские цены на товары первой необходимости выросли более чем на 8,5%. Наибольший рост показали молочные продукты, автомобили и авиабилеты. Общая инфляция стала рекордной с 1981 года. Потому рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордно низкой отметки всего 36%. Показатель стремительно падает уже четвертую неделю подряд. Кстати, уровень одобрения нынешнего хозяина Белого дома не поднимается выше 50% с августа прошлого года.